Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров и сегодня мы отправляемся на обзор третьей недели онлайн олимпиады, а именно третьего дивизиона, в котором принимало участие 50 команд. Итак, 50 команд. Что же это были за команды? Значит, 35 команд были изначально квалифицированы в этот дивизион, разбиты по группам, плюс еще 15 команд, которые получили путевку из четвертого дивизиона, присоединились к этим командам и опять-таки 5 групп по 10 команд и выходило из каждого дивизиона по три лучших. Итак, значит, борьба была, естественно, нешуточная, уже немало гроссмейстеров принимало участие в этом соревновании. Напомню, что совсем скоро будет принимать участие сборная России, буквально через две недели. И мы, безусловно, ждем этого момента. Итак, борьба ушла за выход во второй дивизион. Во втором дивизионе мы видим уже настоящих монстров, ну, точнее, команды, которые будут более представителями. А монстры, естественно, это главный дивизион, в котором принимает участие наша сборная. Вот как раз-таки сейчас я вам покажу. И, соответственно, вот главный дивизионер наша команда вот будет принимать участие, ждать вышедших из предыдущих дивизионов. Формат участия и в целом расписание сейчас на экранах. То есть второй дивизион стартует буквально через 3-4 дня. Ну и там уже совсем скоро и главный дивизион стартует. Итак, что же происходило в партиях? Что же происходило в этих группах, про которые вам сейчас и расскажу? А именно, начнем мы с группы А. Группа А была представлена интересными командами. И сейчас я покажу на экранах, как расположились звезды в этом соревновании. Напомню, соревнование проходит в течение трех дней. Пятница, суббота и воскресенье. И команда Сингапура одержала победу в этом этапе и вышла, соответственно, в следующий дивизион. Сборная Ирландия достаточно крепкая команда, казалось, тоже, но тоже прошли второй дивизион вместе со сборной Албании. Команда Албании была представлена тоже неплохими шахматистами. В Албании крепкие шахматисты с низкими рейтингами. Сам не понаслышке это знаю. Бывал там и боролся с разными шахматистами. И, конечно же, думаю, албанцы еще на виду шороха и в дивизионе два. Итак, к партиям. Вернемся к партиям. Затем мы посмотрим, что происходило и в остальных группах. И вот в этой группе, группе А, лидером сборной Сингапура, являлся гроссмейстер Гой Век Хи. И мы как раз таки посмотрим его партию против албанца Ашику Франко. Я хорошо знаю этих ребят, причем играл и с одним, и с другим. Могу сказать, что сингапурец Гох Вей Минь Кевин играет очень прилично. С ним мне было очень нелегко. Еле спасся в свое время. Итак, значит, что у нас здесь было? Была, в общем, такая спокойная итальянно-итальянские расстановки. В общем-то, ходы, которые применяются очень часто. Ну и вот ход G5. Возможно, вы уже были знакомы с записью, которую в свое время проводил партию партию Андрейкина. Я комментировал по этому варианту. И, в принципе, в записьх на ютубе вы можете найти. Итак, Кони Ф1. Белые играли очень грамотно, по центру. И, в общем-то, вот аналогичная ситуация, по-моему, сложилась в партии как раз таки Андрейкина. Единственное, что там какой-то ход ладья G8 был включен. И, смотрите, вот Ашику Франко идет, в общем-то, вперед. Такая игра заслуживает, безусловно, внимания. И по ощущениям черных должен быть полный комфорт. Но у белых идет тоже строгий контроль над центром. И вот эти вот движения пешек, они, безусловно, имеют и свои минусы. Итак, ну, ладья G8, B4. Как мы видим, белые воспрепятствовали движению G3 и пытаются захватить пространство на ферзевом фланге. Слон Е6. Ход, вполне возможно, не самый лучший со стороны черных, потому что все-таки надо стремиться к сохранению как можно большего количества фигур, когда вы атакуете. И ход слон Е6 немножко снижает темп атаки. Ферзь Б3. В принципе, можно было и на Е6 и брать. После ферзь Д7 Гоха сыграл А5. То есть, в ожидании, что черные сделают длинную рокировку. Ну, конечно, длинная рокировка в этой ситуации грубейшая ошибка в связи с ходом B5. Но черным нужно было искать какую-то перестройку. Но пошел G3 и после взятия на G3 сыграл Конь H5. В общем, очень смелая игра со стороны черных и вполне возможно некорректная. Как надо было все-таки сыграть. Позиция многообещающая. Вполне возможно, стоило убирать коня, ввести его в район поле F4. Создавая идеи вторжения короля. Ну, вместо этого хода G3 HG Конь H5. В общем, конечно, с виду это смотрится симпатично, но хладнокровный ход GH последовал, который также являлся ошибкой, после чего черные могли проводить небольшую комбинацию. Брать над C4. И теперь в случае Ферз C4 черные как раз-таки получают возможность сыграть Ферз H3. И здесь у них практически решающая атака, потому что конь на F4 сейчас движется, и белый быстро мотует. А в случае комбинации C4, в общем-то, позиция возникала достаточно опасная со стороны белых, потому что опять-таки возобновлялись угрозы вторжения Ферзя в район поля G4 или H3. Позиция белых оказалась бы опасной, крайне опасной. Но вместо этого сделан был ход К4 сразу, белый сыграет G3, взятие на D3, в общем-то, это немножко не туда, после ладья D1 выяснилось, что позиция стала ближе к равенству, но у белых сохраняется лишняя пешка номинальная, и это дает возможность им надеяться на перехват инициативы. Ну, не безошибочная была борьба, но после следующих ходов белые все-таки получили решающее преимущество, что угрожает конь бьет E5, угрожает E6, взятие на D6, все одновременно висит, защититься от этого невозможно. Итак, ферзь H5 последовал несложный тактический удар ладья D6, король ушел на E7, взятие холодное на F4, и выясняется, что черные остались несолоно хлебавшие, и после определенных ходов, в общем-то, черные признали свое поражение. Неплохая, интересная партия, я думаю, что если вы хотите углубиться в подробности этой партии, вы можете ее проанализировать самостоятельно, ну и, в общем-то, найти наверняка новые возможности для атаки со стороны черных. Итак, второй дивизион, который, безусловно, был также интересен прежде всего, прежде всего тем, что играла команда IPCA, который возглавлял один из лучших шахматистов России с ограниченными возможностями, это сборная команды, и возглавлял ее Андрей Батчук, международный мастер, очень хороший человек, также я с ним знаком, виделся, общались, играли даже немало, вот, поэтому была прежде всего интересно, как команда выступит вот в этом, вот в этой группе, и выступила команда отлично, заняла второе место и вышла, соответственно, во второй дивизион, где состоится нешуточная борьба. Мы видим также сборную Португалию, которая, в общем-то, сыграла достаточно хорошо, плотно, набрала 15 матчевых очков, напомню, что за победу в матче всегда добавляется два командных очка, ну и дополнительным показателем является общее количество набранных очков, здесь вот вы видите в табличке ТБ2 все написано. Итак, что же происходило в партии, в партиях значит, Андрея Батчука, вот как раз мы сегодня сейчас быстренько посмотрим. Итак, играл он против Каримова Али Шера и партия была против сборной Таджикистана. Сборная Таджикистана, кстати, играла хорошо, но им реально не повезло, не проиграв первым трём команды, проиграли достаточно слабой команде Шри-Ланки и остались за бортом соревнования. Хотя по возможностям конечно они вставили гораздо выше. Итак, что же была за партия? Давайте смотреть. Новоиндийская защита, вариант Петросяна и ход Д5 достаточно стандартный ЦД, конь Д5 и слон Д2 очень спокойный такой неторопливый ход. Вторая возможность это ход Ферзь Ц2. Конь Д7 Ферзь Ц2 Конь Ц3 слон Ц3 Ну и в общем здесь немножко не точно уже играет Каримов или Шар играет Конь Ф6 Ход немножко неправильный надо играть слон Е7 впоследствии делать рокировку ну и вообще в принципе Конь Д7 в таких структурах обычно расположен неудачно. Конь Е5 слон Е7 ну в общем то возникает такая возможность Шаха до Е3 у белых в общем достаточно комфортная позиция у них появляется возможность играть и слон А6 помимо того что они хотят сесть на С6 сейчас и вот приходится делать такой невзрачный ход Ферзь Д5 что попадает под достаточно логичный ответ слон Е2 белые готовы инициативу развить ходом слон Ф3 поэтому делают черную рокировку слон Ф3 играют Конь Е4 но здесь свои минусы что черным фигурам в подвисшем некотором состоянии ну и в общем-то здесь сделал Андрей рокировку можно было начинать с хода ладья Д1 в целом по большому счету здесь это не имеет прям такой серьезной роли никак не играет ну в общем-то смотреть как Андрей сконцентрировался на центре ну и впоследствии вот после определенных разменов возник такой вот достаточно неприятный для черных Эмшпель где у них есть слабости и и визуально чисто визуально у белых здесь должно быть очень хорошо и так после слон Б5 последовал ход Ж4 который открывает второй фронт плюс ко всему очень удачно помогает белому королю значит с форточкой и белого черного приходится играть Ж6 взяли на Ф5 ЖФ не знаю насколько ход ЖФ хорош может быть стоило попробовать взять пешкой Е но в этом случае тогда пешка С6 была бы без защиты и взятие на С6 последовало мы видим что после хода Ладья С8 этого вот хода который кажется что выиграет фигура у белых у белых спокойный совершенно ход Д5 ЕД нельзя из-за слона Д5 Ш таким образом белые побеждают значит в партии последовало взятие на С6 и после взятия Ладья Д8 ну возник просто совершенно безнадежный Эншпиль в общем-то Андрей здесь очень успешно и удачно провел этот Эншпиль без каких-либо погрешностей белые пешки пришли в движение и две связанные как на велосипеде совершенно спокойно проезжают к ферзе вперед вперед точнее итак следующий дивизион который был достаточно плотным я покажу сейчас третий третью группу конечно можно запутаться с этими группами дивизионами но в общем все просто группа С и здесь мы видим сборную Бельгии которая была достаточно представительном составе возглавлял эту группу возглавлял команду гроссмистер Барт Мишельс честно говоря немало мне знакомый но тем не менее эти две пятьсот пятьдесят ну а команда Иордани заняла второе место ну и конечно же самой главной сенсации просто сенсационное выступление сборной Таиланда сборная Таиланда была практически на последнем месте по среднему рейтингу команды тем не менее они очень успешно выступили и мы можем посмотреть как они сыграли в ничью из Бельгии и также дали бой Иордании и обыграли Замбию которую в общем-то опередили на пол очка по дополнительным показателям в общем-то команда Таиланда состояла из шахматистов среднего тысячи восемьсот тысячи пятьсот тем не менее им удалось вот такое в общем-то мини-геройство мини-геройческий проход во второй дивизион но там им будет конечно тяжело если тут конечно что-то сверхневероятное не случится ну и в общем-то в этом дивизионе по большому счету мы сейчас посмотрим также партию вот как раз таки партия между командами Либанона и Мадагаскара Либанон команда за которой я в том числе болел она в общем-то хорошо проявила себя и в квалификации и в четвертом дивизионе удачно в общем-то играли они в общем-то играли сейчас против Мадагаскара и вот партия против Ракатамахора в общем-то была достаточно быстрой и так сицилянская защита вот такой вот невзрачный ход А3 хотя в общем-то так наверное тоже играет но конечно такие ходы в дебюте не могут претендовать на какие-то серьезные плюсы ну черные могли здесь играть и Д5 и просто как спокойно Д6 как был и в партии ну давайте посмотрим как развивалась эта игра Ф4 Ракировка Ферсов 3 выяснилось что черные в общем-то вышли в какую-то известную позицию Конь Ф5 взятие на Ф5 ход Д5 ну вот видите позиция уже обострилась и мне понравилось в этой партии то что белые играли так скажем очень нагло и черные не отставали черные сыграли Е4 Ферс Х3 то есть идея белых в том чтобы начать движение пешки Ж черным нужно срочно цепляться за короля у них все в принципе для этого есть Ферс А5 первая вылазка возможно уже угрозы связаны с ходом слона А3 поэтому белые защитились ну и вот мы видим что черные все-таки чуть быстрее чем белые Ладья Д8 Ж4 Д4 идет совершенно такая дикая игра но черные преуспели очевидно с движением пешек в центре белые много не успевают со своей атакой Ферс С5 Ж5 Ладья С8 обратите внимание как Ракатамахора совершенно спокойно игнорирует положение коня на Ф6 ну и что же в общем в чем же тут была идея то есть если белые бы сяли на Ф6 черные бы наносили разящий удар конь Б4 и по сути дела на доске натуральный мат нет практически защиты то есть она С3 коня А2 король С2 Д3 в общем-то партия завершалась завершалась натуральным матом ну что же такая в общем-то спокойная игра и вот пришлось белым играть Ферз Б3 но после хода Д3 черные добираются до короля последовали еще следующие ходы и вот такой вот такая вот концовка очень быстрая партия несмотря на то что у шахматиста играющим белыми звание международного мастера рейтинг 2.350 в общем-то Рокета Махура с Мадагаскара просто-напросто разорвал разорвал бастионы белых и так смотрим следующий дивизион следующий дивизион был также интересен точнее следующая группа прошу прощения следующая группа уже состояла из более таких маститых команд особенно это касается сборных команд Чили и Дании которые действительно представительные составы имели сборной Дании блестяще выступил Матс Андерсон набрав 8.5 из 9 гроссмейстер известный с рейтингом под 2.600 ну а Чили представлял Энрике Кристобаль известный также Ческоми под кличкой Вилагра и также в общем-то очень хороший блицор по интернету очень быстрый шахматист и рейтинг у него за 2.600 достаточно давно ну и в общем такая вот плотная тоже здесь была борьба мы видим что сборная Венесуэлы к сожалению к моему значит не попала в заветную тройку отстав по дополнительным показателям отдания на целых 5.5 очков и так что же было в этих в этом противостоянии в этих партиях мы сейчас увидим и так короткая партия Андерсона против Талеба Мохаммада Ахмеда Талеб Мохаммад Ахмед представлял сборную сборную прошу прощения Мавритании да и Мавритания сыграла неудачно но все-таки с такими монстрами играть было непросто ну и в общем такая вот была интересная затея от Мохаммада Ахмеда решил поставить просто-напросто мат в общем-то я думаю что многие возьмут на заметку подобный дебют почему бы и нет против дебюта Рэти вполне возможно это неплохая идея и так H4 H5 H4 B6 так я прошу прощения здесь какие-то сбои некоторыми прошу прощения да все в порядке и вот следующая расстановка последовала белые спокойно расставились ну и в общем-то захватили центр мы видим спокойное продолжение Талеб играл достаточно творчески ну а белые играли классическим образом все делали по центру конь H7 видимо идея была все-таки взорвать фланг но белые здесь немножко преуспевают поэтому в общем-то позиция черных конечно уже опасна E5 G5 все-таки проводит эту идею но следует прорыв по центру очень жесткий ход D5 и мы видим что черные просто-напросто не успевают GH DE HG все вперед ну вот Андерсон все-таки чуть более опытный шахматист оказался и после E в король F8 ферзь попал на G6 угрожает очень много возможностей начиная даже с хода слона H6 но тем не менее такой супер боевик Мухаммед Талеб организовал попытался Матса как-то обхитрить но после слона H6 выяснилось что после взятия на F7 последовал ход E6 и от матом нет защиты на король E8 последует матом два хода ферзем но дальше говорить в общем-то не о чем ну и получается что такая вот группа группа D самая сильная действительно по составу вот так вот в общем-то закончила этот отбор и идем последней последней группе группа E которая сейчас будет у вас на экранах это Мексика Коста-Рика и Гватемала вот в таком последовательности они в такой последовательности мы заняли первые три места Мексика была фаворитом этой группы в общем-то она подтвердила это и на конечной и в конечной таблице Коста-Рика также заняла второе место и Гватемала сенсационно все-таки заняла третье место они были последними по среднему рейтингу в этой непростой компании но им это удалось и в общем-то они заслуженно взяли завершающую путевку во второй дивизион я напомню что во втором дивизионе который стартует буквально через три дня как я уже сказал будут команды очень серьезные их ожидают команды Германии Румынии Голландии Турции то есть это все достаточно мощные команды мы видим и Испания с Италией Англии с Израилем тоже готовы всегда попортить крови любой команде ну и будет интересная борьба мы безусловно будем смотреть за выступлением этих команд и пожелаем им успеха но наша команда совсем скоро тоже стартует и конечно мы будем наблюдать и болеть за Россию и так друзья ну что всем спасибо за внимание желаю всем успеха до новых встреч пока